Доброго времени суток! Приветствую вас на своем канале Мамины Советы. И сегодня мы с вами будем изобретать такое интересное, вкусное и главное полезное блюдо, как сливочный крем-суп со снытью и грибами. В интернете вы этого рецепта не найдете. Я сама в первый раз его буду готовить при вас. Но что-то мне внутренний голос подсказывает, что это должно быть невероятно вкусно, поскольку сныть имеет вкус грибов. Но чтобы его усилить, я вот скорее всего добавлю грибы. У меня это сухие, я их сама сушила на даче. Тут и белые, и податиновики, и подберезовики. Если нет сухих, у вас можете взять свежие, если сезон, или в крайнем случае купить в универсалье шампиньоны. Пучок снытью берем, обхват, наверное, вот одной рукой. Но снытью супчик не испортишь, так что берем чем больше, тем лучше. Одна луковка, морковинка, где-то грамм 50 сливочного масла, чтобы обжарить на нем грибочки, сныть и овощи. Я возьму грамм 400 сливок, но я думаю, что можно взять и пол-литра. Из приправ только смесь перцев, так как грибы я обычно всегда делаю без приправ. Они имеют свой неповторимый вкус. Ну и соль. Итак, как мы это будем готовить? Я думаю, что мы сначала обжарим чуть-чуть слегка овощи, грибочки и сныть. Потом все это измельчим блендером, добавим сливки, добавим водички, дую кастрюлю целиком и все это доведем до кипения. Наш супчик будет готов. Нет ничего быстрее и проще. Итак, первое, что я сделаю, это замочу сухие грибы. Если вы берете свежие или шампиньоны, то этого делать не надо. Если вы не срами собирали грибы сухие, у вас покупные, то обязательно промойте их перед тем, как замачивать. Но поскольку я сама собирала, сушила в сокрытой сушилке, сама их чистила перед тем, как сушить, то я их даже не промывала. Заливаем крупным кипятком, накрываем тарелочкой и даем вам настояться минут 15. Но пока чистим, пока чистим овощи и режем зель. Итак, морковочку мы почистили, натерли на крупной терке. Сейчас порежем ручок. И нарезаем с нить. Теперь переходим к грибам. Смотрим, они уже размякли. Ну и нарезаем грибочки. Бульон из-под грибов не выливайте. Мы его добавим уже в конце в суп. Он нам очень пригодится. Итак, мы подготовили абсолютно все компоненты. Сейчас мы их будем обжаривать. На сливочном масле царку. Сначала лучок, морковочку, грибочки. И в самом конце чуть-чуть обжарим еще с нить. Итак, мы растопили сливочное масло. Можно взять напополам. Половину сливочного, половину растительного. Но без запаха растительного. Высыпаем лучок. И обжариваем его слегка. Не надо обжаривать его до коричневого цвета. Нам нужно только слегка золотистый. Чтобы он просто поменял свой вкус, насытился. Итак, вот наш лучок немножко подрумянился. Больше его не надо жарить. Этого достаточно. Высыпаем морковочку. Помешивайте почаще, чтобы у вас ничего не пригорело. У нас уже достаточно спассировалась морковочка с лучком. Так что теперь мы добавляем сюда грибочки. И так же минутки 3 обжариваем. Грибочки у нас уже достаточно обжарились. И мы высыпаем в сковородку с нить. С нить можно брать и больше. Она очень сильно теряет в объеме при обжарке. И вообще при приготовке. Можно раза в 1,5 взять больше. Но у меня больше нету. Теперь опять все тщательно перемешиваем. И слегка обжариваем. Минутки 2 больше не надо. Вообще я очень люблю такой процесс, когда злостный огородный сольняк превращается в очередной кулинарный шедевр. Так что не боритесь с вашей снытью на огороде. А попробуйте использовать ее для питания. И вкусно, и полезно. Все обжарено. Теперь мы налили чуть-чуть водички, чтобы закрывало все. Накроем крышечкой. Поставим огонечек на самый минимум. И потушим еще минутки 3-4. Вот у нас потушилось минутки 3. Наша жаркая из сорняков. Теперь мы его перекладываем в кастрюль. У кастрюли у меня ровно 2 литра. И сделаем из него пюре. Блендером. Мне кажется, достаточно. Настало время добавить сливки. Обязательно их попробуйте перед тем, как добавлять. Не забываем включить плиту. Ставим на огонек. Бульон, который мы оставляли из-под грибов, тоже выливаем сюда. Перемешиваем. И до краев наливаем кипяточка. Желательно уже горячего, чтобы дольше у плиты не стоять. Теперь нам нужно довести до кипения. Все от плиты лучше не отходить, постоянно перемешивать. А то может пригореть. Замечательное блюдо получается. Из магазина у нас по идее только сливки. Остальное все можно вырастить на своем огороде. Грибы собрать в лесу. Вот довели до кипения. Пока закипало, пришлось действительно постоянно помешивать, так как она могла пригореть. Дальше мы добавляем перчик. У меня смесь перцев. Солим. Огонек выключаем после закипания. Накрываем крышкой. Дальше можно укутать полотенчиком немножко. И дайте супу настояться минут 10. Вот и все. Наш суп из злостного такого огородного сорняка сныти готов. И пока шел процесс приготовления, на кухне стоял аромат грибного леса. Получилось очень вкусно. Нежный, мягкий вкус. И я надеюсь, вам понравится и сам суп, и ваши дети тоже будут в восторге. Так что не ленитесь и не выкидывайте сныть в компост. А попробуйте приготовить из нее вот такой вот кулинарный шедевр. Так вот, настало время попробовать, что же у нас в итоге получилось. Аромат, во всяком случае, меня радует. Сныти, вот как показывает опыт, можно добавлять больше. В первый раз варю этот суп. Но и в интернете вы точно рецепты такого больше нигде не найдете. Подписывайтесь на наш канал Мамины Советы, где мы публикуем интересные, простые и всем доступные рецепты для дома и дачи. Спасибо. Спасибо.